Всем привет-привет, меня зовут Женя, и так как я публичный человек, так как я блогер, популярный человек, мне задают очень-очень-очень-очень-приочень много вопросов, особенно много вопросов, касающихся моей личной жизни. Я знаю, что многим интересно, потому что как бы я сама виновата, я же выставляю свою личную жизнь на показ, снимаю, что я ем, куда хожу, и, соответственно, я должна показывать вам все и рассказывать вам все, да. Я прекрасно это понимаю, я считаю, что это правильно, раз я на это пошла, да, как бы я добровольно на это пошла. Самый часто задаваемый вопрос, развелась ли я с мужем, где я сейчас живу, надолго ли я в Японии, когда я вернусь обратно в Алмату. Давайте начнем с того, что я сейчас вообще нахожусь в Украине, в городе Винница. До этого я была в Японии, а вообще я из Казахстана. Дело в том, что мы как бы с мужем немного начали недопонимать друг друга, и у нас начались кое-какие непонятки в семье. Мы решили отдохнуть от друг друга, и тем более у мужа как бы много работы сейчас было в Алма-Ате, и плюс ко всему он не очень хотел ехать в Японию, так как он там был очень часто. Но я прям срочно захотела поехать к родителям, срочно захотела их увидеть, срочно захотела показать, как бы им снова Сару привезти. И я там захотела побыть три месяца. Три месяца, потому что визу дают нам, казахстанцам, только на три месяца, два раза в год. То есть три месяца, потом нам нужно выехать и делать заново визу на три месяца. И все. Мне пошло на пользу пребывание, конечно, в Японию, я расслабилась, и было очень здорово, потому что рядом находились мои близкие люди, родители, в общем, классно было. Вот. Три месяца мы не виделись с супругом. Затем я решила, опять же я, да, я такая плохая, я решила поехать в Украину, потому что я решила, что мы недостаточно долго как бы с мужем отдохнули от друг друга, и я решила приехать сюда, в Винницу. И сейчас я нахожусь здесь. То есть мы находимся здесь. Вова тоже приехал сюда. Сара здесь со мной. И я сейчас, в общем, живу и нахожусь в Украине, в городе Винница. Вместе с Вовой и вместе с Сарой. Мне нравится и Алмата, мне нравится Винница, мне нравится Япония, мне нравится Киев. Я еще не была во Львове, я жутко хочу съездить во Львов. Я хочу съездить в Одессу. Я очень хочу посмотреть, что же происходит в этих городах, потому что так мне рассказывают мои друзья, там очень круто, очень клево, и стоит туда поехать. Обстановка здесь сейчас спокойная. Я иногда разговариваю со своими подругами и друзьями, и меня все спрашивают, Женя, как ты там находишься, там же ужас, что творится? Ничего здесь не творится, поверьте мне. Вообще ничего не происходит, тишина, люди спокойно живут, и счастливые все ходят, и миллион детей здесь, миллион беременных, миллион положительных эмоций. Я довольна, что с тобой приехала, и ничего плохого, фу-фу-фу, как бы мы не встречали и не видели. Так что, как бы, успокойтесь за нас, не переживайте, все замечательно. Ну, как вы поняли по моему рассказу, с Вовой мы не развелись, у нас прекрасные отношения, расставание действительно пошло, как бы, нам на пользу, потому что некоторых вещей раньше Вова не понимал, сейчас он их понимает, благодаря этому событию, и некоторых вещей я тоже не понимала, но то сейчас я ценю и понимаю многое в наших отношениях. То, что не происходит в нашей жизни, все это не случайно. Как бы, я спонтанно решила уехать, и ни капельки об этом не жалею, из Алматы. У меня есть возможность в Японию уехать, еще раз, снова открыть визу, там остаться, но я поняла, что уже этого не хочу. Мне нравится сейчас находиться здесь, в Виннице. Думаю, что в Виннице я буду находиться достаточно долго. Во-первых, мы отдали сейчас дочку нашу в детский сад здесь, в Виннице, и так прикольно, с ней разговаривают на украинском языке, и она все понимает. Ну, дети, они, наверное, быстро учатся все-таки. Я потом вспомнила себя, в детстве меня тоже как бы привозили в Винницу, я ходила даже в школу, был украинский язык, разговаривали на украинском, и я понимала, я как бы могла разговаривать сразу на двух языках, на украинском и на русском, и ничего в этом плохого не вижу. Да, у меня остался легкий акцент, там какие-то слова, там, шухлядка, сюда, тудой. Я не вижу ничего страшного, что Сара разговаривает на украинском, она так будет легче переключаться, там, с одного языка на другой, тем более у нас в планах, как бы, ее учить усиленно английскому языку. Я встретила в городе много подписчиков, многие видят меня с Вовой, и такие говорят мне, это же твой муж, я говорю, да. Они такие на меня, типа, не поняли, вы же развелись. Потом еще кто-то пустил пушку в Инстаграме, что мы развелись. Ведь вначале я как бы хотела написать, что все нормально, с мужем не переживайте, да. А потом я увидела эти жуткие дебаты, да, я знаю, они развелись, еще что-то, пятое, десятое. Я подумала, боже, какие страшные люди, откуда они берут эту информацию, на самом деле так интересно. Я подумала, что интересно, что же будет дальше, если я не буду отвечать на вопрос, где мой муж, если я не буду его показывать, тем более его не было рядом, да. Я увидела, что, да, тему развели, стали писать, что вот, ты развелась, вы развелись, что же произошло. Женя, расскажи, расскажи, пожалуйста, мы не можем терпеть, мы не можем спокойно спать, есть, жить вообще без этой информации. Расскажи, я просто не знала, что вам рассказать. Мне начали знакомые мои писать, типа, Жень, вы чего там, чего там у вас, Вова? Напрямую никто не пишет, типа, вы чего развелись, да? Ну, как-то, видно, смущаются. Когда я вернусь в Алмату, я пока не знаю, может быть, это будет лето, может быть, будет в конце лета, может быть, в сентябре. Я еще точно пока не решила, мне пока здесь хорошо, здесь моя Юлечка-сестричка, Яночка-сестричка, моя тетя, она как бы сейчас болеет, у нее метастазы, и мы ее поддерживаем, помогаем. Она живет в деревне, у них огромный огород, как бы мы сейчас участвуем в этой жизни. Я, извиняюсь, девчонки, я хочу посмотреть, просто, кто еще что писал, какие вопросы задавали. Здравствуйте, когда будет встреча с подписчиками в Алмате? Да, я хотела сделать встречу, но уехала спонтанно, и как бы пока не вернулась, и не делаю встречу. Поэтому, вот как вернусь, обещаю сразу сделать встречу с подписчиками. Зачем испортила волос? Волосы, как бы, мне нравятся, может, кому-то не нравятся, но мне нравится цвет, окрашивание. Еще, наверное, скажу пару слов про наш дом из контейнеров, который мы строили с Вовой. Мы его не достроили, мы его просто обшили, и он там стоит, нас ждет. Как бы, не вопрос, что там, просто мы не видим смысла сейчас его строить, как-то нам поднадоело немного это дело, и мы, в общем, его забросили. Я бы и раньше сняла это видео, но я не знала, чем, как бы, все закончится, да. Переезды немного меня смутили и затормозили вот этот весь процесс, но я обещаю, что я не буду пропадать больше. Опять я обещаю, вы заметили? Я когда обещаю, ничего не получается. Я буду стараться, короче, буду стараться, и буду снимать для вас видео, потому что в планах, я говорю, очень много всего, много проектов, много ведух и тем различных, вот. Вот, и, ну что, было очень приятно с вами побеседовать, рассказать вам обо всем. Я надеюсь, вам тоже было приятно это слышать, поэтому до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok